друзья приветствую вас видео только для него воду не вывладею 5 лет по гарантии поменяли один раз моторчик печки постоянно каждый год у меня какие-то проблемы то идет запах при включении печки особенно на малых буквально недавно у меня второе положение отключилась ехал кондиционером включил пошел какой-то запах горелой проводки я все выключил посмотрел где-то предохранители второе положение мне перестало работать работает только на первом положении тем как снимать включая у меня заработало второе положение холодное время года включаешь печку печка свистит поэтому решено разобраться в системе что-то модернизировать возможно вообще систему поменять дима дарова привет дима и мы записывали видео дмитрий занимается у нас переделка печек до на обыкновенную него на него без кондиционера у нас автомобиль с кондиционером в интернете очень мало информации можно улучшить печку урбан именно у меня тоже но частенько ребята звонят дают вопросы что можно сделать именно с урбаном топлением урбана потому что тоже как бы и не дует и не греет и вентилятор свистит вот у витали такая же беда тоже как он сам говорит он в гарантии несколько раз обращался насчет свистящего вентилятор кстати цена чуть на этот вентилятор не оправдана завышена ну и собственно опять как бы он недоволен тем как работает отопитель тем как работает кондиционер свист постоянно то скорости какие-то пропадают то еще какая-нибудь история где у меня проблема в обдуве многие пассажиры на родном вот заслонка который есть она не или не работает или не дует он начинаем урок умелых ручек тоже в этой теме еще как бы не разбирался то есть будем вместе решать с вами и светали то есть да по месту все решаем или меняем здесь сапог с мотором давайте по порядку покажи что-то залог вот такого плана то есть смотрите врезается девятошный вентилятор с улиткой здесь монтируется перегородка с обратной стороны монтируется за рассекатели воздуха чтобы можно было распределить воздушный поток по всему радиатору и ставим как вот и тут вич так давай тогда один из первых вариант сейчас мы людям расскажем как вообще придумано в неве urban система воздухоотводов вот смотрите если мою систему разобрать и здесь можно увидеть что стоит радиатор обогрева под ним радиатор кондиционера практически то есть он перпендикулярно этого до его засолом который здесь заслонника то есть в верхней части печки наể урок не точно такая же как оно обычной невин то есть здесь точно такой же сапог здесь стоит такое же такая заслонка которые нам собственно не нужно точно такой же радиатор 1-1 и средняя часть печки в которой установлен это радиатор она точно такая же как и в обычной неве без кондиционера единственная разница в нижней части печки вот тут автоваз конечно намудрил пойдем посмотрим да мы там немножко уже под раскидали чтобы понять смысл как понять как это сюда работает смотрите вот в этом корпусе вот таким образом установлен вентилятор выполнен с к золота видимо судя по цене далее закрывается так вот крышкой одной вот так вот крышкой 2 то есть вот здесь вот по нас собрано вроде бы как на поролончик но все это криво к состоит из-за того что в мороз корпус деформируется крыльчатка вентилятора задевает за этот корпус постоянно износно да там даже на вентиляторе видны следы износа радиатор охлаждения вот вернее испаритель находится вот так вот он стоит вертикально и по поводу герметичности вот я хотел показать покажи вот там вот где собрана кожух по поводу герметичности вот они кожухи вот все гуляет потеря движения воздуха теряется до на на выход ну да и получается еще вот таким вот образом вот это вот полость это та полость из которой забирается воздух моторчиком и он идет сюда вниз на всас далее вот по вот этому маленькому воздуховодику воздух уже выкидывается в нижнюю полость и попадает на испаритель то есть когда работает кондиционер ну и собственно и и печка тоже по поводу заслонки дим заслонка тут оборвана и не работает вот маленькое вот это вот отверстие я сейчас у себя опустил да здесь ничего не происходит что не происходит на вот вот маленькое отверстие вот оттуда как бы воздух пассажиру должен идти в ноги поэтому куда он идет тепла и нету для пассажиров ноги не идет ну сейчас хотя бы надо что-то придумать по поводу вентилятора а уже далее будем думать под разберем вот эту панель куда снимаю забираем консоль добираемся до испарителя и уже разбираем кожух испаритель вот и будем соберем этот мотор правильно ну заводской который есть если нет ставим твой мотор сверху как ази делаем герметику здесь мы просто делаем заглушку да а вот здесь вот этот лабиринт из воздуховодов то есть надо будет ну смотрите вот этот вот корпус где стоит испаритель кондиционера то есть он вот такой монолит снять моего а сейчас на данный момент отдельно не можем без испарителя отсоединять трубки сливать на пол фреон потому что у нас нет оборудования чтобы этот фреон откачать да и тогда только снимать вот эту штуку целиком что просто очень крайне хочется ибо дорого сейчас вот принципе что мы думаем если вот так вот отрезать ну да если мы обрезаем тема двигателя убрать есть заглушить и ставить тот мотор наверх если в этом разница если в этом смысл еще и с нижней заслонкой проблем до нижняя заслонка у нас не работайте вот это моторчик является моторчиком от автомобиля вас 2110 вот этот крепление но у десятки если это крепление прямое здесь вот так вот криво все сделано то есть видно что он кривой да и вот из-за этого тоже еще может быть получается перекосы когда этот моторчик свой корпус заходит да вот поясним вот корпус для мотора до пошевелил вот он держится очень слабо фиксации в принципе никакого сути моторчик держится вот за счет вот этого верхнего болтика и упирается вот этой частью вот сюда воду бурт да и при смене погоды пластик начинает деформироваться вот эта крыльчатка которая крутится внутри вот этого бога корня-ка начинает задевать задевать вот тут прям матовые места потертости из-за этого вероятнее идет запах пластика сейчас как бы нету смысла менять мотор печки наверное решено на данный момент все это лучше собрать по по-человечью закрутить на саморезы сам моторчик он идет без подшипников то другой вариант на данный момент из-за вот этой кривой конструкции мы пока не видим если тут переделывать ну это очень серьезно сейчас мы пытаемся обзвонить магазина найти на подшипников но все-таки на подшипниках намного терпимее да наверно по крайней мере и смазать не будет но тут вот мы еще выяснили один момент вот здесь прям совсем маленький маленький зазорчик между крыльчаткой вот этим вот корпусом и вот здесь вот тоже на пластмасске вот они прям наплывы из но блестящие до изновку то же самое смысл ребята вот это крышка вот этого мы кривая короче она кривая сейчас поедем и копим сказали вроде как 100 рублей купим за 100 рублей поставим мотор если будет все ровно и не будет за задевать то мы собираем старую конструкцию да вот и просто там усилим где большие зазоры трубки крепления саморезами я думаю съездим магазин купили за 150 рублей до 100 резиночку оденем это вот старая заводская и посмотрим на моторчик оденем будет ли соосность у нас и так смотрите с новой крышкой за 150 рублей вот этот вот зазор опасно собрать он везде ровно одинаковый стал быть задевать не будет да все ровно когда то есть зазорчик хороший там миллиметра два уже не задевает купили такие саморезики острые небольшие для того чтобы фиксировать нам вот эти вот места будем фиксировать не было вот этого расхождения так ну вот мы тут по закрепляли болтики она вроде как конструкция тут уже приобрела жесткость то есть я так предполагаю что у 10 их вообще не было болтов закрутили то есть прям уже как бы уже интереснее становится то есть она уже будет как бы покрепче вставляем назад мотор с новой пластиковой обоймы капнули масло на вал сверху чуть-чуть ибо не подмажешь не поедешь фиксируется он сверху да на и самое главное чтобы не мешали самореза те которые мы закрутили это все проверить проверяем задевает ли первое положение самореза у нас нет если будете разбирать печку на не в урбан вот эти нижние крышки самая проблема это внизу вот так вот пальцем ведешь 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 сюда и вот он сзади бог ничем не закручивается кроме вот такого гибкого вала блин прелесть оказывается короче извращенство еще то для садистов реально ребята это ужас инженеры наверное там спят и радуются что мы мучаемся на обычных него в такого нету там просто 4 защелочки и все и средняя деталь пластиковая от массы на моторчик и вот фиксируем герметичность желает быть лучшего герметичность это наше все сейчас мы с вами наверно поделимся о минусах заводской печки не в урбан да ну да скорее всего минусах потому что плюсов там вообще были я сказать ничего не могу то есть сейчас по факту чего у нас получилось мы восстановили герметичность воздуховодов более-менее я не скажу что прям более-менее то есть там крепежа побольше добавили сейчас как бы и дуть более-менее стал куда надо вот ну все равно не идеально переделать так как мы хотели все-таки мы не смогли потому что во первых отсутствие возможности выкачать фореон во вторых все полностью разбирать надо извлечь всю нижнюю часть печки чтобы как бы уже посидеть подумать как это можно по-своему там все изобрести день нижнюю часть печки для опытов заполучить просто можно было уже показать людям чтобы это все было красиво к ну да и возможно что мы нарушим какой-то герметичность тот же испаритель можем например да поэтому и не стали дальше делать единственном и купили вот такой вот для для крепления вентилятора он завода кривой это он завода кривой и поэтому здесь задевал за крыльчатку вентилятор сейчас мы поставили новый все отлично не задевает и прекрасно я ребята сейчас хотел поставить садимина изобретение которое вот он самостоятельно изготавливают его же видео было многие ребята даже у нас группе устанавливали но это не не уруба обычные него дадим да то есть это обычно него без кондиционер но это то есть это не вся печка который я делаю то есть вот эта верхняя часть а еще как бы дорабатывающую нижнюю часть вот то что мы хотели доделать с виталий но у нас не получилось из-за технических условий даже вот я на обычную него без кондиционера делаю еще и ну то есть и нижнюю и верхнюю часть печки тогда то есть это работает просто замечательно то есть в нашей группе тоже как бы много человек уже пользуется радуется руки-ноги пока на месте кому надо обращайтесь и вам сделаю цена меняется цену уже на буду озвучивать после того как мы будем общаться по телефону но цена действительно меняется из-за того что цены на запчасти очень сильно подскочили последнее время то есть я конечно стараюсь держать по минимуму цену ну тут и как бы и и затраты времени и запчасти ну да я знаю что и отправляешь в регионы да по всей россии да ребят телефон оставлю дмитрия кому надо звоните договорить здесь по оренбургу кому кто приедет как я помню ты говорил да установка бесплатно бесплатно но все ребята видео мы будем заканчивать у нас не получилось с димой но по крайней мере вы увидели из чего состоит да и мы увидели да и мы самое главное узнать не знали как она там потому что в интернете тоже про эти печки именно вот урбановских очень мало многие просто отпиливают ставят такой мотор мы подумали как это все заглушить да эту всю проблему этот весь вопрос нужно решать комплекс просто установкой сюда как бы вентилятора ну вопрос мы полностью не решим вот прям полностью разобрать не да и полностью не сделать по-своему но все видосик закончили да ребят всем счастливо как смогли с ним в зале и сказали мы старались я пошел в комментарии чтобы вам отвечать все будут выяснить это есть что вы хотите да это есть все все